Кейт Мидлтон и принц Уильям завершают свой королевский тур по Центральной Америке, приуроченный к платиновому юбилею Елизаветы II. На днях супруги посетили заключительное мероприятие на берегу белого пляжа Кейбель-Бич в Нассоу, Багамы. Герцогиня Кембриджская тщательно подготовилась к выходу в свет и выглядела, как всегда, неотразимо. Кейт появилась на публике в роскошном образе, который покорил сердца поклонников. Она предстала в атласном платье в пол от британского свадебного бренда Филлипа Лепли. Образ дополнили атласный клатч Хиворт от Лулу Гвинес, блестящие серебряные туфли и украшения из перламутра от французского бренда Ван Клифф и Арпелос. И надо отметить, герцогиня Кембриджская выглядела в этом образе, как настоящая принцесса. Пока пресса переживает из-за здоровья Елизаветы II, в эту среду у королевы был день для настоящих ценителей искусства. Согласно заявлению Букингемского дворца, 95-летняя глава монархии отметила 70-летие компании Халсион Дейс, специализирующейся на элитных подарках. И хотя ее величество вновь не расстается с тростью, похоже в этот день у нее было прекрасное настроение. Встреча проходила в белой гостиной Виндзорского замка, где королева рассматривала некоторые из самых ранних дизайнерских работ компании 1950-х годов. Кроме того, среди изделий были предметы из текущих коллекций, включая английский тонкий костяной фарфор. Монарху раскрыли некоторые секреты традиционных методов украшения эмалью и золочения. Это делается вручную непревзойденными мастерами-ремесленниками Сьюзан Шекспир и Сьюзан Джонс. Цель компании, основанной в тот же год, когда королева взошла на престол, возродить ремесло эмалирования по меди. По сей день они продолжают использовать старинные техники, которые передавались из поколения в поколение. О профессионализме Халсион Дейс говорит то, что они являются одной из 14 компаний в мире, обладающих всеми тремя королевскими ордерами. Личная встреча была особенной для королевы, поскольку она по сей день пытается оправиться от перенесенного ковида. Елизавета II узнала о заболевании после того, как ее сын, принт Чарльз, и его жена, Камила, герцогиня Корнуольская, получили положительный анализ. Ее величество испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но ожидает, что на предстоящей неделе она продолжит выполнять легкие обязанности в Виндзоре, говорилось в заявлении Букингемского дворца 20 февраля. После выздоровления монарх приняла в Виндзоре лишь несколько избранных людей. Так, 16 марта она вручила золотую медаль за поэзию гаянскому поэту Грейс Николс, а 15 марта состоялась чаепитие с новым генералом-губернатором Канады и ее мужем. Оба мероприятия были частью празднования Дня Содружества, хотя в этом году монарх была вынуждена пропустить их по все той же причине слабости здоровья. Однако, несмотря на трудности, ее величество продолжает служить верой и правдой своему народу. 25 марта отмечается Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. В канун этой даты принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили торжественный вечер, проходивший в резиденции генерал-губернатора Ямайки. Именно на нем герцог Кембриджский выступил с речью, осуждающий роль Великобритании в истории рабства. На пятый день путешествия королевской семьи по странам Карибского бассейна принц Уильям выразил глубокое сожаление и отвращение к ужасающим злодеяниям, оставившим тяжелое наследие на Яйке. Он отметил, что согласен со своим отцом, принцем Чарльзом, который сказал на Барбадосе в прошлом году, что рабство оставило пятно на истории Великобритании. Несмотря на глубокую боль, Ямайка продолжает строить свое будущее с решимостью, мужеством и силой духа, добавил герцог Кембриджский. Напомним, что путешествие принца Уильяма и Кейт Миддлтон вызвало неоднозначную реакцию по всему региону были проведены протесты из-за королевского визита. Бывшая колония Великобритании отметила, что еще помнит свое печальное прошлое. Пока Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают свой деловой тур по странам Карибского бассейна, их дети принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, следят за каждым шагом родителей. Старший сын пары составляет собственную карту мира, на которой отмечает булавками место остановок любимых мамы и папы. Мы сообщаем им, где находимся, и он находит нас на карте, ставит булавку и показывает остальным, поделился принц Уильям. Во время путешествия Кейт и Уильям часто с теплотой вспоминают про своих детей, например, так было, когда они посетили семейную какао-ферму в Белизе. «Я думаю, что наши дети будут очень завидовать», призналась Кейт, когда они с Уильямом окунули чипсы из тортильи в шоколадный фонтан и попробовали горячий шоколад, приготовленный на органической ферме. У принца Уильяма и Кейт Миддлтон продолжается тур по странам Карибского бассейна, в минувшие выходные супруги посетили какао-фабрику и побывали в одной из местных деревень. А вот в прошедший понедельник кембриджским пришлось пройтись по джунглям, чтобы добраться до крупнейшей пирамиды Майя, возведенной более двух тысяч лет назад. Многие поклонники, увидев фотографии супругов, отметили, что герцоги выглядели как обычные туристы. К слову, экскурсию по этой местности Уильму и Кейт проводил археолог Алан Мур. Герцогам без труда удалось забраться на 141-футовый «небесный дворец», на фоне которого королевские особы выглядели, как дюймовочка и маленький принц. Кейт выбрала для похода по лесам Белли за простую белую футболку и зауженные к низу брюки карго цвета хокки. Уильям же надел простую рубашку и брюки фисташкового цвета. То, что вы видите, похоже на букингемский дворец изнутри. Поход в это место очень важен, отметил археолог. Мур заявил, что визит кембриджских был необходим, чтобы королевские особы увидели, какой была жизнь несколько тысячелетий назад. Сравните увидеть, какой была жизнь в те времена. Для них такое сравнение – это контраст, отметил он. Прогулку по этим местам Белли за называют путешествием по переулку воспоминаний. Также принц Уильям и Кейт Миддлтон пообщались с Батцап-подразделением, которое занимается обучением британской армии к приспособлению в тропической среде. В 2000 году герцог проходил службу в подразделении, которым руководила Валлийская гвардия. После длительной прогулки кембриджские были приглашены на прием в заповедник Кахаль-Печь недалеко от города Сан-Игнасио. Мероприятие было посвящено платиновому юбилею королевы, поэтому принц Уильям выступил на празднике с торжественной речью. Известно, что герцоги побывают на Багамах и Яйке. Однако во время последнего визита могут случиться неприятности. Сообщается, что в Кингстоне, столице Ямайки, прошли акции протестов, на которых бунтовали активисты организаций, выступающих за равноправие. Кроме того, протестанты опубликовали открытое письмо с требованием того, чтобы британская монархия выплатила репарации рабам. Кто сказал, что быть членом королевской семьи скучно и нельзя позволить себе лишнего из-за высокого статуса? Супруги кембриджские готовы развеять эти сомнения и пуститься в веселый пляс. Недавно они поразили восхищенных зрителей своими танцевальными движениями, когда посетили одну из деревень Белиза. Первой на своеобразный танцпол вышла 40-летняя Кейт, которая зажигала вместе с девятью местными школьниками из культурного центра Гарифуна. Вскоре к ней присоединился наследник Букингемского дворца, который перенял настроение местных жителей. Поначалу будущий король выглядел немного нерешительно, но потом его позвали показать свои таланты в танце Пунта. Не осталось в стороне и организатор встречи, которая тут же подхватила веселое настроение пары. Через час они уже держались за руки и танцевали под музыку, а местные жители кричали от восторга. Кейт, одетая в голубое цветочное платье, и Уильям без солидного галстука или пиджака наконец-то сменили атмосферу и стали частью самого счастливого народа. Вместо привычных почестей им показали, как можно выразить эмоции в танце и угостили местными блюдами. Кембриджским предложили кокосовый отвар из подорожника, худутую и сладкую кашу из наваги под названием Сахау от знаменитого белизского шеф-повара Шона Куйлена. Местечко Хопкинс, где население насчитывает около тысячи потомков потерпевшего кораблекрушения судна, регулярно признается самой дружелюбной деревней во всем Белизе. Поэтому сразу после эмоционального танца пара посадила местное дерево Йеллоукаппирпеде в честь своего визита и платинового юбилея королевы. 95-летняя королева, которая в силу возраста больше не путешествует, по-прежнему популярна в этой карибской стране, последний раз посетив ее в 1994 году вместе со своим покойным мужем принцем Филиппом. Мы любим королеву и британских монархов. Уильям и Кейт здесь приветствуют все, нет никакой враждебности по поводу их визита, и вы можете видеть, как они общаются с людьми и любят жизнь на Карибах, поделился своими впечатлениями местный бармен. Королевская семья также встретилась с небольшой группой специалистов по сохранению морской среды, чтобы узнать больше об уникальной природе Белиза, где находится второй по величине риф в мире. Кейт и Уильям вышли на недавно отстроенный пирс вместе с Беверли Уэйт из офиса премьер-министра Белиза. А во время посещения шоколадной фермы Чейль, Кейт попробовала свои силы в измельчении нипса, раздробленных какао-бобов. Эта работа отнимает много сил, и традиционно ее выполняют женщины в сельских общинах. Будущая королева наблюдала за тем, как ее муж орудует ступкой, сделанной из вулканической породы, и сказала, что запах шоколада просто потрясающий. Уильям даже пошутил о том, чтобы отказаться от своей основной работы и спросил местного владельца Хулио об открытых вакансиях. Вы берете учеников, могу ли я прийти и работать у вас, это как раз по мне, пошутил он. В любом случае поездка прошла весело, а мы еще долго будем помнить забавные перевоплощения в жизни счастливых супругов. С каждым разом поклонники узнают о них много нового и удивляются простоте характера будущих королей.